Особое мнение на 101FM Я вот сейчас на нашем сайте вижу новость о том, что на матче Родины будут болельщиков пускать в масках И я, конечно, хотела пошутить, как же они в масках будут горячительные напитки принимать Но это, наверное, уже неправильная шутка, потому что у нас спорт давно отделен уже от приема горячительных напитков Хотя мы-то помним времена, когда в валенках фляжки проносили на матче, да Вот, ну ладно, это шутка, конечно, да Я напоминаю, кстати говоря, слушателям, что нас можно не только слышать, но и видеть На сайте хакирова.ру прямая трансляция в нашей группе ВКонтакте, на Ютьюбе И, конечно, можно задавать вопросы через форму анонсов на нашем сайте и через мессенджеры 8 909 720 101 и 0 Пожалуйста, мы следим Если серьезно, то на прошлой неделе вышло очередное постановление правительства области об ограничительных мерах Особо нового там не было ничего Ну, разве что вот эта история с тем, что кафе запретили проводить у себя дискотеки после 9 вечера Там какие-то массовые собрания, концерты и прочее, да Они этим пользовались Вот, и в этом постановлении в очередной раз было прописано, что граждане обязаны находиться в масках Когда мы пытались получить комментарии В ряде случаев Да-да-да Опять все уперлось в том, что у нас масочный режим на территории Но нет никаких жестких каких-то таких вот установок Чтобы вышло, например, первое лицо региона и сказал, завтра все ходим в масках Мы видим, что в магазинах, в общественных местах людей в масках стало больше Ну, гораздо больше И на самом деле я здесь не очень понимаю, почему первое лицо региона должно выходить Там стучать кулаком и требовать ношения масок Мне кажется, что это, собственно говоря, там история, которая должна осознаваться каждым Потому что... Да и осознается Ну, на самом деле осознается в том случае, когда по этому поводу существует некая Не то чтобы позиция там первого лица, а некая согласованная работа Согласованная деятельность там органов государственной власти, контрольных органов Бизнеса, вообще общества, да Потому что мы, например, этот вопрос поднимали начиная с июня Начиная с момента открытия торговых центров, потом заведения общественного питания Мы с ними постоянно были в диалоге Айонита, например, вот сам бизнес в этом случае, да Он всегда говорил о том, что, слушайте, давайте будем все-таки как бы, ну, стараться там Чтобы и сами ходить в масках, и продавцы все требования соблюдали И покупателям там аккуратно предлагать Потому что, не дай бог, не дай бог Аккуратно предлагать Аккуратно предлагать И так и делали, но наталкивались там на совершенно негативную реакцию И так продолжалось практически все лето Хотя бизнес со своей стороны прилагал усилия Мы помним с вами, что были подписаны те самые декларации, в которых все это подтверждалось Бизнес старался Но когда Это же такая модель поведения, да Как бы, когда никто вокруг этого не делает Как в теории там разбитых окон, да И я этого делать не буду И мы с вами видим, как за последние, наверное, там буквально пару недель А то и неделю вот с выхода того постановления Когда ситуация появилась активно в информационном поле Когда появились разъяснения относительно правовых основ Этой деятельности Ситуация значительно там повернулась На 180 градусов Я сам выходные проехал там по ряду торговых центров И я вижу, что там, где люди совершенно спокойно раньше ходили без маски Или возмущались в случае, если их просили ее надеть Значит, теперь практически все находятся в масках И в этом есть еще один очень важный момент Вот мы с вами там перед эфиром разговаривали, да И надо ведь понимать, что ношение маски, естественно, там не дает там Никакой ни стопроцентной, ни пятидесятипроцентной гарантии, да Но мне кажется, что это очень важный такой атрибут Или, скажем так, элемент модели поведения, да Он такой демонстративный с одной стороны С другой стороны, внутренний, то есть, если уж ты и маску надел То ты и все остальные нормы начинаешь потихоньку соблюдать То есть, это очень важная часть модели поведения Которая потом сопровождается мытьем рук Обработкой их антисептиком Избеганием там массового скопления людей Либо прикосновения к другим предметам, да То есть, мы формируем эту модель поведения И вот, когда мне задают вопрос И просто знакомый, ну, вроде чем она там, маска-то, это поможет Я как раз говорю о том, что, может быть, там, конкретно маска Процентов 10 снизит, да, или сколько, я не знаю, не специалист в этом Но, собственно говоря, уже приняв для себя это решение Ты начинаешь менять все свое поведение Там, в соответствии с этими санитарными нормами И процент повышается И такая, да Во-первых, процент индивидуально твой повышается Во-вторых, когда эта модель поведения становится массовой Я, на самом деле, удовлетворен и искренне рад тому Что это сейчас стало частью, там, вот буквально за неделю Буквально за неделю на наших глазах это произошло Причем для этого нужно было сделать очень немного Не надо было, там, к губернатору выходить и требовать Надо было просто дать, во-первых, бизнесу правильное разъяснение Относительно того, как себя вести В случае, если, например, покупатель отказывается надевать маску Потому что никто толком не знал Все грозились, что в этом случае будут штрафовать Либо за отказ в обслуживании Либо, значит, за то, что... Штрафовать бизнес Штрафовать бизнес, да Либо тебя будут штрафовать за то, что у тебя покупатель в зале без маски Мы за прошлую неделю, там, дали бизнесу достаточно четкие разъяснения Причем согласовали их и с МВД, и с Роспотребнадзором Значит, в том, что в том случае, если, там, в помещении торговом, там, или каком-то Соблюдены все, весь комплекс мер Необходимых, начиная от объявления на входе, заканчивая возможностью маску приобрести Или получить бесплатно То бизнес в таком случае, значит, штрафу не подвергается Должен внести ответственность гражданин, посетитель, покупатель, который находится Комплекс мер это какой? То есть уведомление о том, что в магазине... Уведомление на входе о необходимости соблюдения масочного режима Значит, наличие антисептиков Возможность маску, еще раз говорю, приобрести или получить бесплатно Так, а если этой возможности нет? Я просто видела в выходной, как раз вот я столкнулась с такой ситуацией Ну, вот смотрите, я сейчас перечислю, а потом поясню Там, рециркулятор, там, соответственно, там, график термометрии продаватель Сами продавцы в маске Предупреждение покупателя об отказе в обслуживании В случае, значит, там, нахождения без маски Так вот, мы с МВД согласовали, что в случае, если комплекс мер Комплекс мер соблюдается Одна из них, например, может выпасть из него, там, да? Я считаю, что это, как бы, не говорит о том, что комплекс не соблюдается В таком случае бизнес ответственности не несет Они предприняли все возможные со своей стороны меры Более того, мы подкрепили это нормативкой Буквально вот на прошлой неделе рассылали, значит, позицию Роспотребнадзора федерального Остановленную на правовых документах отношений того, что Там ведь какая коллизия была? Бизнесу говорили, отказывайте в обслуживании на кассе Бизнес говорил, я там говорю, что не буду обслуживать Меня обвиняют в несоблюдении закона о защите прав потребителей Так вот, есть федеральные разъяснения Роспотребнадзора, которые говорят о том, что при введении на территории масочного режима в обязательном порядке Значит, бизнес имеет право там отказать без последствий по закону о защите прав потребителей Поэтому вот потребовалась, на мой взгляд, всего лишь такая согласованная, общая, совместная, активная и присутствующая в информационном пространстве позиция всех структур, кто этим занимается И ситуация переменилась Вы знаете, есть разные мнения на этот счет, на самом деле То есть в социальных сетях сейчас обсуждается, что вот эта вот история с масками и там массовое такое их ношение, это какая-то подготовка там к чему-то, что вот людям скажут делать так, и они толпой или стадом идут и делают то, что нужно Давайте вспомним, о чем вы меня здесь спрашивали, там в конце августа или начале сентября, да А что будет 20 сентября? Помните? Да, 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 конечно Все, все точно знают, ворщица Медведева рассказала, что она точно слышала, что 20-го всех закроют Ну, это такая там любовь к теории заговоров, о подготовке чего-то, о том, что к чему-то готовиться, она у нас там неотъемлемая часть, наверное, культуры нашей народной Да, как бы считать, что где-то кто-то против нас что-то замышляет Оснований для этого я не вижу Но, с другой стороны, могу совершенно серьезно сказать, что я считаю абсолютно точным, что соблюдение масочного режима и соблюдение бизнесом всех этих норм По моему мнению, в значительной степени может сократить риски того, что нам придется снова ограничивать чью-то предпринимательскую деятельность Потому что, если этого не сделать, вот тогда шансы велики И, вы знаете, весь бизнес это понимает Я вижу из общения с предпринимателями У них уже вот тоже там эмоциональный накал связан с тем, что, слушайте, ну вот вы пришли в магазин Ну, что сложного надеть маску, когда вы общаетесь там с нашими продавцами Из-за вашей принципиальности, там, да, что один не надел, второй не надел Там, нас же закроют завтра, вы не сможете к нам же прийти там что-то купить И нас пустите там, ну, условно говоря, там под откос с нашим предпринимательством Что в этом сложного? Зачем эти принципы? И я в этом смысле предприниматели понимаю, потому что пережив первую там, да, как бы процедуру закрытия на время Они уже очень хорошо понимают, что это такое и с чем придется столкнуться И в этом смысле, мне кажется, что в ту первую там процедуру пострадали все И те, кто не мог в магазины в эти сходить или в кафе, да, помните, как-то на всем не хватало Ну, конечно, да И те, кто, как бы, собственно говоря, в первую очередь там этим занимался Кому нужна вторая? Никому Является ли ношение маски там соразмерной платой за то, чтобы дальше продолжать спокойную и привычную жизнь Мне кажется, что, в общем, это такая незначительная плата за это Вы знаете, мне нравится в некоторых магазинах, ну, в «Глобусе», вот я, в частности, видела возле кассы Там, да, это не только, ну, вот эта история с постановлением, там, да, и мерами какими-то административного воздействия на людей Ну, там и такие меры, не знаю, эмоционального, что ли, воздействия То есть я видела возле касс такие небольшие плакаты, на которых написано «Спасибо за то, что вы в маске», да Ну, то есть это такая человеческая уже история, когда мы начинаем думать действительно о людях, там, да Не даже не столько о себе и о привычном каком-то ритме, там, в своей жизни Тогда у нас общий интерес, а общий интерес, собственно говоря, там, ну, с минимальными последствиями, там, всю эту ситуацию пройти Потому что, ну, надо понимать, может быть, кто-то дистанцирует, там, себя от предпринимательства, от бизнеса, там, да И, там, считает, что он наемный, там, служащий, и, собственно говоря, ему нет дела до этих предпринимателей Надо понимать, что, собственно говоря, эти самые бизнесмены и предприниматели платят налоги, за счет которых формируется вся социальная политика наша Там, закрытие первое, там, да, показало, насколько там спадает деловая активность, налоговое поступление, опять же, кому это надо То есть, ну, я не очень понимаю вот этой принципиальности И еще раз возвращаясь к теме, вот хочу отметить, я заметил выходные, специально проехал Насколько увереннее себя стали чувствовать продавцы, которые настоятельно уже, как бы, говорят, оденьте, пожалуйста, маску Значит, вежливо, но настоятельно И в большинстве случаев люди уже, как бы, реагируют иначе, чем это было до этого Поэтому, вот, когда в общем, в обществе, извините за тавтологию, там, есть эта, как бы, позиция, есть это понимание Оно становится, ну, таким, всеобъемлющим с точки зрения нормальности Да, то есть, если до этого, там, человек в маске был как-то, как ненормальный кто-то, то сейчас это нормально Ненормальный тот, кто не в маске И в этом смысле, мне кажется, что, вот, кстати, достаточно интересная история Выход постановления, которое, там, достаточно панически, там Оно ожидалось, кстати, да-да-да Оно ожидалось, но, как бы, первично было протрактовано панически, там, да, опять всех закрывают, все Вы знаете, там, у меня телефон раскалился, как бы, там, в течение часа после выхода постановления Потому что кто-то, там, посчитал, что все опять закрывается Мне кажется, что тут, может быть, свою такую положительную роль это сыграло Потому что все так взбодрились и поняли, что надо, там, ну, во-первых, правильно читать бумаги и целиком, да А не до первого попавшегося пункта А во-вторых, что такое осознание того, что это все-таки может произойти, пришло И я видел, как те же самые, там, руководители предприятия общественного питания Еще раз начали проверять все Они начали уточнять, как мы должны требовать, там, где должен посетитель находиться в маске Только за столом или нет Начали выяснять, какие вот все-таки правовые основания, там, воздействия, там Памятки стали распространять, которые на входе надо, там, написать, да То есть, ну, такая активность по этому поводу возникла Андрей Юсенко в нашей студии, президент Вятской торгово-промышленной палаты За историей с масочным режимом и в целом за развитием вот этой вот ситуации вокруг коронавируса в нашем регионе Мы, конечно, следим Цифры, еще раз, цифры не радуют, конечно, рост пока идет И напоминаю я тоже всем, да, почему мы сейчас начали активно призывать все-таки соблюдать все миросторожности Потому что наверняка уже каждый сталкивался с этой историей Есть знакомый, которому то ли поставили, то ли не поставили диагноз, который заболел, долго ждет врача Которого, может быть, не сразу госпитализируют и не сразу тестируют То есть, вы понимаете прекрасно, что нагрузка сейчас на медицинскую систему, там, да, она очень велика И никто не знает, в какой момент вам или кому-то из ваших близких эта помощь понадобится Поэтому лучше, конечно, себя подстраховать Ладно, едем дальше Подстраховать себя и позабудиться об окружающем Точно Едем дальше Давайте сейчас все-таки немножко в тему бизнеса И потом, если уйдем, еще несколько общественно таких важных тем затронем У меня такой длинный-длинный список Я как раз, Андрей Леонидович, шла по сайту Давно я не был Торгово-промышленные палаты, да, да, да Вот Ну и наших коллег газеты «Бизнес новости», конечно Есть несколько тем Ну, во-первых, это история с фитокарантином И с мерами фитосанитарной защиты И когда я это увидела, я так думаю, опять коронавирус Но на самом деле это не коронавирус Я так понимаю, что история достаточно серьезная То есть, изначально предполагалось, что с октября Наши лесники, предприятия лесной отрасли Которые работают с Китаем, да Обязаны будут весь, всю свою продукцию Где-то выдерживать в течение определенного времени Обрабатывать Обрабатывать И только потом отправлять И все это чревато было огромными совершенно расходами Но я не поняла только, кто поднял тревогу первым Потому что вроде как официальных требований от властей Китая не было В сторону российского леса И я так понимаю, что кому-то из поставщиков, видимо, сказал кто-то из покупателей Ну, достаточно такая показательная история, наверное, да Она, может быть, не всех из наших слушателей, что называется, касается Но она такая вот Последовательно это всех касается Потому что речь идет, собственно говоря, об одной из основных отраслей нашей кировской экономики Да, действительно, в начале этого года Начала появляться информация о том, что Якобы китайская сторона Будет требовать, чтобы и в зимний период Продукция неокоренной древесины Поставляемая в Китай Проходила уже здесь, в Российской Федерации Фитосанитарную обработку Соответствующим сертификатом И без нее, значит, поставляться на территорию Китая Она не имеет права А в летний период и так проходила, да? Да, то есть там речь шла вот об этом зимнем периоде В который, собственно говоря, идет в основном заготовка и поставка Зимний лес Да Причем, еще раз повторюсь, речь идет не о пиломатериалах А не о коренной именно древесине То есть, ну, практически там, да, спиленные деревья Кругляк, да? Да, мы начали разбираться в этой ситуации И никак не могли понять, а где же эти самые требования китайской стороны Никто их не мог предъявить Первоначально, до чего мы дошли Это было информационное письмо Таркпредства России в Китае Ну, то есть, как бы, наше ведомство В общем, мы долго распутывали эту цепочку Вся официальная, как бы, наша переписка заключалась в том Что, да, действительно, с 1 октября Наши предприятия должны обеспечить эту обработку фитосанитарную Значит, причем производить ее можно только при плюсовой температуре Соответственно, надо построить теплые ангары Значит, но если вы не, как бы, не можете это сделать То можете обратиться, там, в специализированное подразделение Россельхознадзора, по-моему, значит И за определенную, там, сумму они вам это обработают Ой! Ну, в общем, как бы, разные были трактования того, как с этим поступать Более того, в разных регионах они были разные То есть, где-то говорили, что да нет, можно У нас вот такая была позиция Ну, мы, собственно говоря, изучив всю фактуру Вот я просто, почему говорю, показательно Да, мы разобрались вот прямо до первоисточника Мы выяснили ситуацию, которая еще в январе месяце Значит, там, на встрече межгосударственных делегаций Китая и России прозвучало, там, некоторые претензии В адрес китайской стороны в отношении каких-то, там, орешков Или чего-то еще, там, поставок, там, с какими-то, значит, вредителями, там, в Россию В ответ китайская сторона сказала Ну, вообще-то вы, как бы, еще вот дерево должны обрабатывать нам тоже И вот оттуда, оттуда выросли ноги во все, что практически могло превратиться То есть, это обида такая была, как в детском садике, да? Ну, это даже не обида, это был, там, дипломатический, видимо, такой, как бы, обмен Что, там, и у вас тоже есть проблемы Поэтому, ребят, давайте будем договариваться Вот, но со стороны китайской стороны Документов не было никаких Никаких документов мы так и не обнаружили, значит И нам пришлось по линии Торгово-промышленной палаты России Вот собрав всю эту фактуру Объяснив, что нет никаких со стороны Китая требований Вынести это, ну, довести это до вынесения на повестку Опять же, там, межгосударственной группы по развитию торговли Ну, после чего Россельхознадзор все-таки, как бы, на федеральном уровне Значит, сформулировал официальную позицию Довел ее до регионов Которая состоит в том, что с 1 октября по 1 апреля Подобная, значит, обработка не требуется И ангары строить не надо Ангары строить не надо, поставлять можно Причем, один из основных аргументов Там с нашей стороны был Мы получили письмо от китайской компании Которая закупает лес В котором она написала, что там Уважаемые коллеги, мы в Китае 20 лет назад Все эти ангары уже построили И всю эту древесину от вас давно обрабатываем Ага Поэтому, ну, вот такая наша собственная забота Сами себе создали проблему, потом ее решаем Да, позаботившись о Китае Попытавшись позаботиться о китайцах Сами себе создали проблему Но, собственно говоря, мы всю эту информацию собрали И через ТПП РФ на Россельхознадзор вышли с ее решением В итоге получили официальную позицию Разъяснение, там, поставки разрешены Обработка не требуется У нас в нашей предприятии, я так понимаю Никто ведь не начал пока строить ангары А сколько денег примерно вот это потребовало? Мы оценивали там на среднее предприятие Которая поставляет эту стоимость Там от 10 до 15 миллионов рублей На пункт обработки Вот такой вот Плюс затратка еще, да? Ну, тут терялась полностью Там экономическая целесообразность Как бы поставок, да? Ну, вот Странность ситуации состоит в том Что мы, с одной стороны, говорим О развитии экспорта О развитии межгосударственных отношений Там или еще чего-то, да? С другой стороны, вот Сами себе придумываем определенные препоны Причем нам никто не мог объяснить, а зачем Зачем? Если китайская страна это не требует Зачем вы-то начинаете это требовать? Ну, вот Разрешили ситуацию Это к вопросу о том Мы, кстати, получили ряд благодарностей От предприятий даже из других регионов Потому что Мы этим занимались Наши предприятия к нам обратились Но, собственно говоря, ситуация касается всей страны Не во всех регионах там была Какая-то консолидированная позиция И у нас сейчас вот Наши предприятия все очень поблагодарили К вопросу о том, о чем мы занимаемся Да, подождите То есть сейчас все вообще без проблем? То есть все везде едет? Ну, опять же, ситуация интересная Мы вот в официальном письме Данкверка Да, говорится о том, что С октября месяца Значит, какие-либо там ограничения на поставку Вот необходимость обработки снимается Но конечная дата в письме не указана Поэтому мы пока сейчас трактуем это Что с октября по апрель Значит, а на самом деле мы бы хотели Получить бумажку, в которой это написано Нет, мы бы хотели развивать ситуацию И что раз уж китайцы у себя все построили И так обрабатывают То, собственно говоря, может быть и с апреля по октябрь Раз это вообще не нужно, то зачем? Да Ну, это следующий этап нашей работы Андрей Леонидович, я слышала, что была какая-то проблема С отгрузками именно из-за вагонов Да, у нас сейчас другая ситуация Вот это, знаете, такой какой-то, не знаю Клубок Да это даже не клубок Это, знаете, напоминает какое-то купание в море Когда ты так вынырнул, вдохнул и снова погружаешься Не успели мы решить вопрос с Россельхознадзором По поставкам в Китай, как бы, что он разрешен Мы столкнулись с ситуацией, когда опять Нашим лесопереработчикам не хватает вагонов И практически нет вагонов для отгрузки в восточном направлении То есть тот же Китай? Тот же Китай, да На прошлой неделе встречались мы в Совете Федерации Значит, с представителями РЖД Серьезно дискутировали по этому поводу Они утверждают, что все упирается Ну, так условно говоря, скажем, в Кузбасс Который законтрактован большим количеством угля Который надо перевозить так же в восточном направлении И просто не исправляются пропускные пути Идет реконструкция БАМа А то есть вагоны есть, нет дороги? Да, дорога, пропускная способность не исправляется Поэтому ряд регионов, которые там за этими узкими местами находятся Они грузят спокойно, а нам не могут как бы предоставить Ну, вот Обсудили мы варианты решения этого вопроса Конечно, РЖД тут достаточно интересную позицию занимает Они говорят, ну, можно же морем отправить Слушайте, можно вообще по реке отправить? Ну, да Можно посылками грузить Но вот, опять же, вынырнули с решением этого вопроса И погрузились в решение сейчас следующего Сейчас будем опять там на федеральном уровне На уровне, там, РЖД На уровне наших, там, сенатора Вячеслава Степана Тимченко Там эти вопросы решать Поэтому, конечно, удручает по большому счету ситуация Которая, там, выглядит так И так-то, в общем, как бы сложно вести бизнес, да И там ситуация-то не самая простая А еще и возникают внутри страны сложности Те или иные Мы понимаем, что там уголь Это социальный, там, практически, там, актив Ну, там, Кузбасса, Кемерово, да Как бы вот Там, ну, мне так куларно сказали Вот губернатор договорился Что там такой объем угля РЖД должна отвезти Причем еще и по льготным тарифам По которым им невыгодно возить И все, вот РЖД хочешь разбесить, как бы, но вези И остальные грузы, как бы, уходят на второй план, да Ну, а там, почему так вот это устроено Я понимаю, но не разделяю Андрей Юсенко в нашей студии Президент Вятской торгово-промышленной палаты Мы сейчас делаем перерыв на рекламу После вернемся уже с другими темами, наверное, да Президент Вятской торгово-промышленной палаты Андрей Юсенко в нашей студии Мы продолжаем Это программа «Особое мнение» У нас впереди еще несколько тем И совсем мало времени 11 минут Поэтому вот тему, которая у нас будет в четверг Я надеюсь По тарифам Мы сейчас только так вот, ну, немножечко затронем Да, это тарифы на мусор На вывоз ТЭКО И тариф на повышение платы за стоки Так это называется Тариф на водоотведение Да, давайте Действительно, мы постараемся в четверг подготовить Развернутую программу По этому поводу тот самый дневной разворот Ну, а коротко сформулируем Сориентируем слушателей В настоящее время идет обсуждение Собственно говоря, двух документов Первый касается Нормативов по оплате за вывоз мусора Точнее, нормативов по образованию мусора Из которых уже будет складываться оплата А второй – это нормативы по оплате за Сброс сточных вод И первый и второй имеют прямое отношение К предпринимательской деятельности Это платит практически каждый предприниматель Бизнесмен Значит, в данном случае Мы достаточно давно ведем работу По обоим этим вопросам И, собственно говоря, появление этих документов В формате общественного обсуждения Сейчас они проходят оценку регулирующего воздействия То есть можно высказать свое мнение И последствия, значит, мы будем там Саккумулировав его, добиваться Чтобы оно было учтено Это хороший прецедент того, как Предстоящие изменения для бизнеса Ну, собственно говоря, с ним согласовываются Поэтому я бы искренне попросил И обратился бы ко всем предпринимателям Обратить внимание Подробная информация есть у нас на сайте Ну и в четверг тогда послушать программу В 11.00 на Да, мы начинаем В 11.00 стартуем Постараемся и ту, и другую тему взять Собрать людей Да, и бизнес Потому что это ровно то Счета за что Потом вам будут приходить Да, и я думаю, что не только бизнесу Эта история интересна Потому что мы же все понимаем Что нагрузка на бизнес И расходы бизнеса Потом так или иначе Все равно Перекладываются Перекладываются на потребителя услуг На покупателя и прочее Да, поэтому это важно Еще одна тема Которую тоже Попросил бы вас прокомментировать Эта история с Уведомлением О блокировке счетов Бизнеса Да Мы действительно Не так давно Там написали об этом В своих там Информоресурсах Минфин наконец-то Внес в Государственную Думу Там согласованный Уже с правительством Проект Законопроект Об изменениях В части блокировки счетов Налоговый кодекс То, с чем сталкивались Тоже очень многие предприниматели Когда ты вдруг Внезапно узнаешь О том, что твои счета Заблокированы И ты сделать вообще ничего не будешь Да, по тем или иным основаниям В том числе иногда По технической сбой Или ошибке Значит, сейчас Мы этот вопрос Через опять же Торговую промышленную палату В России Там практически год Поднимали на различных Площадках На разных уровнях Добились Участвовали в разработке Самого текста Этих изменений То есть сейчас Если там Госдума В осеннюю сессию примет Я надеюсь Из 2021 года Это вступит в силу Налоговая Налоговая Должна будет Уведомлять бизнес О блокировке счета За 14 дней За две недели До этого Значит, и увеличен По-моему С 10 до 20 дней Срок предоставления Объяснений Или пояснений В связи с закрытием Этого счета Ну, вернее С блокировкой Этого счета Считаем принципиально Важным Потому что, ну, действительно Многие там Черпнули Там хапнули горе Что называется С этим, да Когда ты Там горит контракт У тебя Ты совершенно спокойно Там заходишь В онлайн-банк И вдруг раз И обнаруживаешь Что твой счет Заблокирован Непонятно По каким основаниям Да, а там вот В документе В связи Я так понимаю Вряд ли будет прописано Каким образом Это уведомление Должно предпринимателю Поступать Ну, мы То есть как это будет Заказным письмом Просто письмом Нет, ну, мы надеемся Что это будет механизм Который будет гарантировать Получение этой информации Кто удостоверится Что точно получил Предприниматель Это уведомление Ну, я надеюсь Опять же Я не специалист Здесь там В механизмах Да, но я надеюсь Что это будет Каким-то образом Связано с взаимодействием С Собственно говоря С самим расчетным счетом Да То есть если ты Там 14 дней Две недели Не пользовался Расчетным счетом Ну, может, он Не так и нужен Соответственно Там личный кабинет Налогоплательщика Либо через Там налоговое уведомление Сейчас Насколько Там я знаю По другим ситуациям Да Когда к нам Обращаются О том, что То или иное Уведомление Пришло От налоговой Предпринимателей Эта система Налажена Очень неплохо Ага То есть работает Уже есть Да Хорошо, ладно Будем надеяться Что проблемы С этим не возникнет А тема Действительно Очень важная Тема важная Она поднималась На разных уровнях Были нашумевшие Случаи Она очень так Бурно-бурно В свое время Обсуждалась Сейчас она ушла Немножко На второй план В связи с тем Что там Блокировку счетов На время пандемии Запретили Да Но мы вот Очень надеемся Что как раз Там за это время Когда этот запрет Будет снят Уже будет принят Собственно говоря Вот этот закон Который позволит Бизнесу Более уверенно Себя все-таки чувствует Еще несколько тем У нас впереди Еще впереди Семь минут Поэтому продолжаем Теперь уже так В формате Блица С Андреем Усенко Президентом Вятской торгово-промышленной палаты Собственно в пятницу Эта новость пришла Но вот выходные Активно развивались Да уволился Директор Кировской теплоснабжающей компании Дмитрий Яшин Который работал На этой должности С 2017 года Написал заявление По собственному желанию Собственно говоря Да Ну и Надо напомнить Что все это вот Ну это событие Произошло на фоне Постоянной Так скажем Критики КТК Ну за последние Наверное Может быть Месяц Два-три Начиная с активных Вот этих вот Раскопок летних Ну то есть Терпели Терпели Летом Как-то ладно Ну раскопано Не считая Каких-то прям Совсем критических Ситуаций Как там Нащерса Все понимали Ремонтируют Сидим без горячей воды Ну ладно Сделают Дальше будет лучше Теперь уже Там дошло до того Что раскопки Не завершены На дворе Вчера Извините Был уже Снегопад Первый Да И теперь уже И прокуратура И госжилинспекция В сторону КТК Там лязгают зубами Что называется Да И хотят наказать Компанию За слишком Долгое промедление Вот с этими Раскопками Я не знаю Вот эти вещи Взаимосвязаны На ваш взгляд Или нет Ну я Не знаю Ситуацию изнутри Не знаю Причину вольнения Собственно говоря Там могу Прокомментировать Так скажем Отвлеченно Там да Некими Эмпирическими Там соображениями Вот смотрите Опять же Вспомните Как у нас Что у нас Присутствует В общественном Там обсуждении Когда Что-то не так У нас всегда Там обсуждают Кто понесет За это ответственность Кто значит Кто будет Кого уволят Да В данном случае Ну там Я не знаю Есть ли причинно-следственная связь Между этим Еще раз повторюсь Да Но в общем Как бы Ну представить ее можно Да То есть там Не справились с графиком Ведения ремонтных работ Руководитель Собственно говоря Там подал По собственному там Желанию Потому что вот Не справился Ну или просто уже Устал слышать Вроде делали-делали Старались Тут со всех сторон Кусают Я еще раз говорю Вот это там Странное наше качество То есть мы Вот когда там Не увольняются Мы обсуждаем Почему не увольняются Вот почему Там значит Не справился А продолжает работать А тут уволился И мы начинаем опять Искать еще какие-то причины Может быть не так Не знаю Не могу ничего сказать Столько как Ну условно Обыватель Как обыватель Могу сказать что да Я вот тоже Как-то у меня сложилось Впечатление что К началу осени Количество раскопок В городе возросло Что в общем удивительно Не знаю Как это связано Там с графиком работ Может быть более серьезные Там какие-то работы Проводились В предыдущий период Да там А тут скопились Такие Маленькие Явные Но небольшие Как бы да То есть Мне кажется Здесь сложно Что-то там Обсуждать на уровне Нас как жителей Там города Да Это все-таки Функционал Тот о котором Мы говорили в свое время Еще в общественной палате Все ремонтные работы В городе должны быть Скоординированы И это роль Действительно Администрации Потому что Мы же тогда Помните Положили новый асфальт Через неделю Приехали Перекопали И вот мы тогда Об этом говорили Но на мой взгляд Тут есть еще Как бы там Пространство Для повышения Эффективности Я не знаю Но вот эта история С раскопками Которые Во второй половине Октября Все еще тянутся Она конечно Немножко настораживает То есть концессия Это у нас На 30 лет Фактически Если каждый год Будет происходить Так как нынче Понимаете Опять же Надо понимать Я ведь не исключаю Мы с вами не знаем Возможно Это связано С аварийными работами После включения Отопления Мы же не спрашиваем На каждом месте Что вы копаете По плану По концессии Или не по концессии Да То есть тут Очень сложно Судить не специалистам И еще раз говорю Мне кажется Что вот в этом смысле Городская администрация Городская дума Наши депутаты Как представители Народа Они должны Вот этот функционал На себя брать Потому что Трактовать можно Как угодно Они берут? Ну вот вы Как житель города Видите Что депутаты Активно интересуются Или нет? Ряд депутатов Вижу что да Не все Ряд депутатов Активно участвуют Потому что видите Ну я говорю Трактовать можно по разному Можно сказать Хорошо А вот эту осенью Все починят И дальше будем жить спокойно Не знаем Не видим Может быть КТК надо добавить Да И там Материнской компании Может быть Добавить все таки Присутствие в информационном пространстве С некой там Разъяснительной позиции Там Объяснительной Да Ну как бы Продвигать свою Свою деятельность Объяснять ее Добавить этого Там Этой составляющей И тогда Жители города будут чувствовать Что Ну с ними контактируют Им объясняют Они понимают Да Там И ситуация будет Более спокойной Андрей Юсенко В нашей студии Президент Вятской торгово-промышленной палаты Я не знаю Успеем мы прокомментировать Еще одну новость Или нет У нас Кировская область В лидерах Ура Наконец-то Но по показателю Долговой нагрузки населения Что такое Долговая нагрузка Это уровень Тех денег Которые ты От своей зарплаты Каждый месяц На обслуживание Кредитов Отдаешь Да Ну вот собственно говоря У нас Это долговая нагрузка 30 с лишним процентов И впереди На столько Амурская область Там почти 32 процента Все остальные Меньше от своей зарплаты Отдают на Обслуживание кредитов Это мы Тратить не умеем Или вот набрали Набрали кредитов А теперь работать не хотим Или как Я вот Вы знаете Всегда на вопрос О рейтингах Всегда говорю Посмотря как считать Полчаса Ой Полминуты Простите Ну на самом деле Как считать Всегда Что касается экономики Всегда надо смотреть Цифры по совокупности Потому что С одной стороны Удельный показатель Это Ну там Как бы серьезно Там показать Ну такая цифра Которую Можно оценивать С другой стороны Надо смотреть Совокупность Других факторов Поэтому И опять же Кто считал Как считал На основании Каких данных Ну считали Это на основании Данных Национального бюро Критетных историй Насколько я понимаю То есть это Такие цифры Ну достаточно Проверенные Ну давайте так Вот если коротко Там да Ну вряд ли Это то чем стоит Гордиться Понятно Андрей Евсенко Был в нашей студии Программа Особое мнение На этом завершается Мы с вами прощаемся Берегите себя Пожалуйста До свидания Особое мнение На 101FM